Привет дорогие друзья, с вами я Серафим и как всегда рад вас всех приветствовать в нашем сегодняшнем видео по хардстоуну в рубрике горячие колоды и сегодня я вам покажу одну ну действительно очень интересную колоду мне всегда нравились какие-нибудь такие хитрые там фановые колоды но эта колода тем не менее еще и кроме того что фановая она еще и может достаточно неплохо себя показывать то есть пока что ее создатель кстати парень ютубер по имени дискас тост мне канал называется в общем я думаю очень известный если вдруг увидите парня так как у него место лица он такой тост с очками вот то есть это он вот и он придумал такой колодка которая и в ладере себя может неплохо показать и да еще и плюс меня просили сделать от и к жреца а у меня реально для классического такая жреца не было велено я думаю блин ну как как сделать нет велено чё делать в итоге раз и эта колода кажется тоже атака и такой все ок делаем обзор на стриме и и вчера помню немножечко тоже попоказывал раз или два сыграл но в общем неважно давайте перейдем к ней я ее назвал crazy джин то есть она сейчас достаточно становится популярной ну в плане то есть все хотят ей поиграть вдруг чего вот сейчас посмотрите и так какой принцип колоды вы перебираете естественно ищите свою комбинацию перебираете колоду там иногда подчищаете что-то иногда там ну как-то так контролите может чуть-чуть ну особо вы на столе не удержитесь то есть иногда вы там аукинайка циркуль там пару раз может зачистите вот и все то есть пару карт для этой колоды у меня нет я тоже расскажу какие и как я их заменил вот она в принципе тоже играбельная стала то есть насобирали комбу или хотя бы часть комбы нашли таурисана удешевили и потом провернули ваше злодейство и получается так что благодаря хитрейшей механике которая нигде не прописана вот но фактически получается так ну вот и поэтому смотрите вот есть круг исцеления две штучки это для того чтобы ну ни в коем свои хилить вряд ли он вам понадобится главная его задача это с аукинайской жрицей да вот с этой подружинкой просто зачистить стол от големов до четвертого да от разных тотемов всякой нечисти пиратов ну в общем поле такое до 4 хп отлично вас устраивает внутренний огонь часть комбинации которая позволит нам приравнять то есть здоровье атаку к здоровью естественно сделал большую жбяку да гномозелье да вот то есть зелье которое позволяет тоже сделать некую хитрость для зелья безумия чтобы своровать существо то есть это ворует с двумя атаки и меньше а это зелье может сделать нужную атаку иногда вы даже можете сделать там 8 8 какой-нибудь стоит вы два этих зелья кинули она уже 2 8 вы его просто забрали все клирик для перебора колоды первый первый ход хороший то есть нормально слово силы щит иногда он нужен вам и для комбы да если у вас получилось его там тоже удешевить до 0 то есть ну потому что комбинация не дешевая и ну либо иногда вам нужно просто прокручивать допустим пироманта вот этими штуками нужно просто перебирать колоду то есть неплохо божественный дух естественно для увеличения хп которое мы будем приравнивать атаку приравнивать кп то есть нам нужно большое хп правильно замешательство у меня она одна я боялся что их тут надо две но нет их она как раз одна используется просто иногда вам допустим не не зашли внутренний внутренний огонь то есть вот эта штучка иногда позволяет сделать тоже жесть то есть у вас там стоит несколько существ да там вы еще что-то стырили ваш джин перевернули и просто там бомбанули так что мало не покажется иногда иногда замешательство действует хорошо с гномозельем я для вас пару каток покажу там конечно такой комбы не получилось но один раз я когда-то делал эту комбу но я правда все равно проиграл там я получается у него целый стол там ну я не знаю там таких там пять пять шесть шесть вот таких ребят стояли и я просто ему два гномозелья и пир переворачиваю и весь стол просто в небытие и вот он такой ух ты ничего себе то есть эта колода удивляет собирать сокровищ просто перебор колоды естественно и хоть какое-то присутствие на столе яростный пиромант естественно там поджигать там кого-нибудь повыжигать иногда я его просто ставил как бы лишь бы что-то стояло на столе жрец когтя из кабала иногда можно его тоже в комбу замешать если она у вас совсем прям дешевая стала просто кому-нибудь хп добавили то есть ну нормально служитель боли тоже перебор колоды аукинайка говорил для того чтобы как бы наносить вашим лечением наносить урон то есть круг исцеления ну и так со своей обилки джин ветров вот это тоже главная часть нашей комбы прям гвоздь программы он получается то есть вы его ставите там воруете существо аэээ Вашим ЗЕЛИЕ БЕЗУ МИЯ эээ потом допустим там силы щит или там божественный дух как-то увеличили хп этого существо эээя потом там или через замешательство или через внутренний огонь там сделали равно атаке и джин естественно себе все эти бафы тоже получил но вы спросите Ну, допустим, мы там что-то своровали, его апнули Апнули в итоге Джина, да? Но Джин-то стоит на месте Типа его ж, ну, а толку от этого, это не УТК А вот прикол в чем Механика игры такова, что зелье безумия Вот, читаем Вы получаете контроль над существом противника с атакой 2 или меньше до конца хода Все, что написано Но, механика такова, что вы, когда его тырите, получаете над ним контроль Существо это получает рывок То есть, немаловажный факт И, то есть, ну, это нигде не написано То есть, вы, когда тырите мелкое существо, оно сразу же может атаковать То есть, получает рывок То есть, иначе оно бы просто, вы своровали, оно постояло, как бы, и обратно ушло, да? Ну, в этом нет смысла Ну, так оно получает рывок Вы его получаете, да? Ну, то есть, когда у вас стоит джин, вы воруете существо Оно получает рывок И автоматом джин этот рывок берет себе И, соответственно, вы, когда забафали это существо, забафали джина То есть, вы просто поставили джина с рывком с большими статами То есть, там можно иногда Я видел на видосах, там, люди, там, чуть ли не, там, 60 или 80 Вносили с этого ОТК урона Ну, то есть, там никто не спрячется Главное, как бы, дожить и перебрать комбу Вот, то есть, вот такая вот хитрость с джином То есть, джиновое безумие Вот, кстати, Таурисан Который должен вам удешевить Хотя бы одного раза достаточно Кольца света В оригинале этих карт нету Я их взял вместо Вестников Рока Потому что Вестников Рока у меня нет Так, до сих пор они не выпали То есть, мне несколько карт классических эпиков не выпало Которые мне реально нужны Ну, как, частенько бывают нужны А скрафтить жаба давит И вот, желательно взять Вестников Рока Но они практически у всех уже есть Если нету То есть, ну что Я по принципу пошел Что такое Вестник Рока? Это раннее, дешевое, хорошее АОЕха Ну, я взял кольца света Как бы, более ранних АОЕх Каких-то таких супер прям крутых Ну, есть там какое-то слово Тьмы Ужас По-моему, оно тоже раннее Сейчас, где оно Это объятие Тьмы Кстати, тоже можно было Вместо Укинайки А, ну, слово Тьмы Ужас Ну, за 4 маны И то оно, там, как бы Не по 2 урона Уничтожает всех с атакой 2 и меньше То есть, если Все там с атакой 3 То есть Вы никого не уничтожите То есть, вообще никуда это не пойдет Вот, на самом деле Желательно Вестники Рока Если они есть Замечательно То есть, вы тогда будете ставить иногда там Если это там какой-то посередине ход, да И противник не выставился в свой ход А просто разменялся И у него пустой стол Вы ставите просто Вестника Рока и все То есть, и пропускайте ход Чтобы он пропустил следующий ход Или потратил кучу своих ремовалов Вот, то есть, ну Кстати, иногда, может быть Чужих Вестников Рока Можно даже вот так Замешательством убивать Но, как бы, не знаю Если Прям совсем вам это нужно Убить Вестника Рока Вы понимаете, что Этот ход Вот, принесет вам победу Да? Хорошо Иногда бывало такое Что я просто воровал Вестника Рока То есть Он ставит Вестника Рока Чтоб я ничего не поставил А у меня уже комба лежит Я просто ставлю Джина Ворую Вестника Апаю Бафаю Приравниваю И все это Вношу ему в лицо То есть Вестник Замечательный парень Для ворования Потому что У него 7 Ну, 7 ХП Даже если вы просто Смотрите Даже если вы Один раз удвоите Это 14 Если Два раза удвоите Это 28 То есть Одним Вестником Рока Стыреным Даже без Джина Просто чувак Поставил Вестника Рока Вы берете Слово силы щит Он становится Не 7 А 9 Божественный дух Он становится 18 Допустим Еще один Божественный дух Он становится 36 Приравнивайте И в лицо То есть Эта комбинация У нас была То есть Стырить Щит Так 4 Это Божественные духи И Единичка Приравнивать 5 маны То есть Грубо говоря Если у вас есть Эти карты И Противник На пятом ходу Поставил Вестника Рока Вы его залеталить Можете Просто в наглую Так Ну и давайте Плавно Перейдем К Нашим Битвам Так Где они Так Ну вот Смотрите Получается Слегка правда Экран не подровнял Ну Ладно Ничего страшного Так Вот Да Вот я Ну С мулиганом Конечно Вам нужно Какое-то время Привыкнуть К Колоде То есть Ну как-то там Я не знаю Посмотреть Чуть-чуть И поиграть Хотя Не исключение Что вы будете Из первых раз Выигрывать То есть Я Первый раз Когда я ее пробовал Я просто В хлам человека Выиграл То есть Вам нужно Периодически Просто Подсчитывать Урон Просто Возможность То есть Джин Там у него 4-6 То есть 6 Даже если На 2 Это 12 То есть Если вы Один раз Просто Удвоите То есть С Джина Только С рвком Будет Уже 12 То есть Ну и плюс Существо То есть Если оно Будет Там тоже Допустим 12 Вы из него Сделаете То Это будет Уже 24 То есть Ну Как-то Так Если 2 раза Удвоили То У Джина Не 6 То есть Это 12 И 24 С Джина Только Если вы 2 раза Удвоили Ну То есть Уже То есть Желательно Так Собирать То есть Вначале Конечно Вам лучше Подсобирать Не Части Камбы А То Чем Вы будете Хоть как-то На столе Присутствовать Так Вот здесь Вот Ну Видите Иногда Иногда Кстати Меня Поджигали По картам То есть Тут тоже Нужно быть Очень Аккуратным Потому Что Тут Колоды Как раз Рассчитаны На перебор Колоды Но Не переусердствуйте Потому что Я неоднократно Сжигал Какие-то Карты И Просто Мне везло Что я не Сжигал Какие-то Прям Совсем Ключевые Карты Пожалуйста Приходится Агро Шаману Обороняться А вот Есть Я Окинайка И циркуль Но Отдавать Это На Пару Этих Думаю Чуть-чуть Не то Вот тут Я его Просто Поставлю Как тушку И Сделаю Так Чтобы Его Прям В легкую Не Разменяли Вот И тут Я уже Думаю Можно И так И этак Инволюция И В принципе Неплохо Еще один Собиратель Сокровищ Еще один Добор Меня это Устраивает Дау Нюнтаун Там Все дела У меня уже Джин приходит Часто Долго Ждешь Таурисана Бывает Такое Что Не приходит И все Хоть Ты Треть То есть Можно было Тут и Гномозелие Попробовать Использовать Но Но Смысл То есть Возможно Оно мне Пригодится Просто Чтобы Вот В чем Прелесть Тоже Гномозелие Да Вот такой Допустим Какой-нибудь 5-5 Выполз И вы Уже Его Можете Стырить Допустим У шамана 5-5 Провокация То есть Вы Не можете Пойти В лицо Так как Стоит Провокация Вы Эту 5-5 Провокацию Просто Себе же Забираете То есть И лишаете Одновременно Его Провокации И получаете Себе Кого-то С 5 ХП 5 ХП На 2 На 2 И на 2 Это 20 То есть Сами Понимаете Да Желательно 2 раза Все-таки Прокрутить Все это Дело Вот Ну Опять же Агроколоды Могут вас Иногда Просто Ну Очень Сильно Отбомбить Вот Очень быстро Пройти вам В лицо То есть Вам нужно Как-то Все это Сдерживать Видите Я Толком Мне даже Нечего Походить То есть Если я Похожу Джина Я Спалю Камбу Да У меня 2 Джина Мне нужен Всего Лишь Один То есть Можно Было Да Он бы Просто Сейчас Умер И Так Ни О чем Вот Зачем Это Делать Тем более Сейчас Мы Можем Просто Зачистить Все Это Дело Еще Одного Кенайка Но К сожалению Нету Еще Одного Циркуля Шаманы Сами Знаете Как Они Могут Выставляться На Стол Стараемся И со Всех Сил Нам Главное Просто Продержаться То есть Иногда Бывает Вы Можете Не Заметить Что У вас Уже Есть Летал На Руке То есть Я же Главное Что Джин Воровайка Зелье Безумие Потом Увеличивал КХП И Этот Либо Приравнивание Внутренний Огонь Либо Зелье Ну Этот Не зелье Общее Безумие Или как Там Называется Когда Переворачивает Вот Тут Я Вообще Ну Думаю Ну Вот так Ладно Поставлю Просто Лишь бы Хоть Как-то Что-то Там Отконтрить Ну Можно Было И Не Ставить В Принципе Вот Ну Водоворот И Пожалуйста И уже 5-5 Голем То есть Уже Обстановка Накаляется Да То есть Уже Обычным Циркулем Тут Не Отконтрить Так Здесь Я Смотрю Сколько Ну 29 Да С одной Стороны Вроде Как бы Много У него ХП Да Ну Опять же Вот у нас Уже Два Божественных Есть Воровайка Есть Переравнялка Есть Гномазели В принципе У нас Все Уже Есть Нам Не Хватает Таурисана Чтобы Все Это Удешевить То есть Сейчас Мне Придется Просто Спалить Камбу Отдать Одного Джина Просто Как Тушку Пусть Они Там В Него Бьются То есть Ну Опять же Колода Если вы Вот так Сейчас Спалите То есть Вас Скорее всего Узнают Что это За Колода То есть Пока что Одна Колода На Джинах Раньше Когда-то Пробовали Там Еще Какие-то Но Именно Раньше Не было Зелья Безумия Которое Давало Этому Джину Рывок То есть Вот В принципе Меня устраивает Что он Лицом Разменится Для меня Это Хорошо У меня Остается Совсем Маловато ХП Можно Сейчас Ему Как-то Повыжигать Все Это Дело Ну Сжег бы Я ему Всего Лишь Два Тотема И Волка Не Не Сильно Меня Это Спасло Вот Ну Я Лишился Немножечко Кобы Да Я Перебрал Б еще Колоду Не Спорю Вот Но Я Рассчитываю На То Что он Все Таки Еще Раз Ударится Лицом Смотрите А Лицо Та Уже 22 То есть В принципе Таорисан Не Перешел Да На Следующий Ход Уже Все Главное Нету То есть Сколько Нам Нужно Джин 5 То есть Я понимаю Что мне Тут Ну Все Уже Следующий Ход Меня Просто Уничтожит Я Просто Особо Там Не Считаю Думаю Ну Повезет Не Повезет Так Мне Нужно Стырить Вот Тут Я Мисплейнул Не Делайте Так Можно Было Сделать Ему 10 А не 6 Вот Но Мне Все Впритык Хватило А 10 А не 8 Можно Было Еще Больше 14 14 8 То есть Видите Притык Хватило А так Вообще Это была Дичайшая Ошибка Сначала Я удвоил А потом Добавил Еще парочку ХП Вот Ну тем не менее Победил Да Вот Мурлок Паладин Тоже Колода Которая В конце Может вас Тоже ОТК Вам сделать Тут Замешательство Кстати Которое Я потом Пожалел Что Скинул Вот Но Тем не менее У нас Хороший Старт В принципе Нормальные Карты То есть Пиромант Может Также Этого Служителя Боли Периодически Поджигать Аклирик Может Периодически Добирать Вот Нас Это Устраивает Так Ну Меня Такой Ход Устраивает Ну Обычно Да Так Паладин На Мурлоках Часто Так Играет То есть Вначале Достаточно Пассивно Там Побыстрее Выкидывает Своих Мурлоков Потом Как-то Доживает Лейта И Потом Просто Мурлоками Вас Через Мурговладность Давит Хилится И все Так Здесь Че Ну Я думаю Вот этого Парня Можно поставить И Кстати Стандартно Я уже Неоднократно Вот так Ходил И Всегда На этом Ходу Выставляли Весника Рока И тут Я думаю Вот Мне бы Сейчас Переворачивал Я бы Ему Еще Снес Целую Жменю ХП Вот Ну Естественно В таких Ситуациях Я тоже Ходил По Стандарту Изначально Я просто Один удар Клириком Весника Хил Весника Чтобы Добрать Хотя бы Еще Картишку Походить Я не могу И Удар В лицо И все И мы теряем То есть Мы не добираем То есть Можно было Да Там Как-то Повыжигать Еще Попробовать Ну Слишком Много Вот Я думал Этого Копателя Поставить Но Видите Хорошо что не сделал Так бы он вообще За Не знаю Еще дешевле Добрал себе Карт Потому что Мурлок Полководец Тут Мне нужно Ну Понятно Укинайка И одному Этого Уехай Не нужно Убирать Мы можем Просто Увеличить Я понимаю Что сейчас Будут Эти Синий Мурлоки 2-1 С рывком Вылазить Да Воин Синие Жабры Еще и Два Их Прям Полный Комплект Еще и Собиратель То есть Если бы он Тут Не поменялся Естественно Я бы Как-то Уже Мутил Что-нибудь И че я тут Как я тут А Наверное Опять Такой же Самый Ход Да Ну Да Просто Накидываю ХП Чтобы он Чуть-чуть Подольше Пожил Может с мелочью Чтоб Поразменивался Ну все В принципе Ну то есть Действительно Задача ваша Ну Как бы Достаточно Проста То есть Игры У вас Ну да Колода Очень Интересна Но интересно Но интересно Как Вам просто Интересно Скажем Увидеть реакцию Там Оппонента Ну или Представить ее себе Да Когда Произойдет То самое Дичайшее То есть Здесь я Хотел уже Таури-сана Поставить Ну и Здесь есть Вообще Очень Неплохой Ход Такой ХП Мне тоже Нужно Увеличить Потому что Все мы знаем Как он там Потом Мурлоками Своими Начнет То есть Мы И мы Их Поубивали У нас Нет возможности Попревращать Их В каких-нибудь Я не знаю Овец Курит Жаб Пожалуйста Вестник Рока Естественно Побыстрее Побыстрее Убивает Своих Мурлоков Можно было бы И без клирика Тут конечно Обойтись Ну я уж Пробую По-разному То есть Это опять же Я играю Я не знаю Ну Максимум Даже 10 игр Я не сыграл Этой колодой Но Не сказал бы Что она прям Чересчур Сложная Какая-то Циркулем Тоже не хочется Тут орудовать Я думаю Я лучше Повыжигаю То есть Для комбы Мне В принципе Не хватает Приравнивалки Либо опять же Той самой Переворачиваем Я думаю Циркуль Сейчас бы дал Четыре Карты Места И у нас Три Шесть Семь Да И мы бы потом Еще какую-то Сожгли Вот Священное бдение Для него Вообще Замечательно Заходит Кучу Кучу Ребятишек Перебил Вот Вот Опять То есть Он Особо Ничего Не Ходит Просто Добрал Карт То есть Мы Надеемся Выжить Сейчас Он Будет Свои Моргл Вратности Делать Мы Удешевляем Нам Не Хватает То есть У нас Уже И Гномозелия Есть Нам Не Хватает Одного Увеличения Ну а Самое Главное Чего-нибудь Что могло Приравнять Или Перевернуть Ну Здесь Естественно Циркуль Тоже Эти Боли Я думаю Сначала У нас Ман Это Много Можно Просто Похилиться Я Думал Может Еще Через Кольцо Как-то Ну Опять Чего Кольцо Кольцо Не Сделает Того Эффекта Да Если Были Мурлоки Все По 2 ХП Да Кольцо Бы Идеально Зашло И поставим Вот этого Парня Просто Может Еще Картишек Нам Кто-нибудь Доберет Вот они Белые Кони Которые Позволяют Паладину Достать Еще 2 Моргл Вратности То есть По сути Он Может 4 Раза Сделать Свою Мега Бомбо Бомбо Шанс Как бы Есть Так Все Все Не заходит Нам Одна Из Частичек Комбо То есть Так То У нас Даже Один Раз Перевернуть В принципе Норм Я тут Считаю Как мне Убрать Этот 8 8 Потому Что Если Сейчас Будет Моргл Вратность То Я Просто Откинусь Мне тут Уже Никак Тут Мне Скорее Все Придется Отдать Кольцо Я думаю Не Сделать Кольцо Под Ауки Найкой Ну Тогда Я Себе Еще Минус 2 Сделаю Чего Бы Не Очень Хотелось Вот Приходит Замешательство Я Рад и Счастлив Я могу Сейчас Просто Выставить Просто Выставить Говорю Давай Просто Выстав Все Выставляй Все Отлично Просто Выставить Ауки Найку Зачем Просто Затем Чтобы Она Была Уже На столе Ну Мало Ли Чего Мне Там Понадобится Не Забывайте Что Она Тоже Может Как Бы Сделать Хороший Такой Урон Вот Пожалуйста И Мне Заходит Второе Гномозель Я Тут Считаю Слушайте Минус 6 Это Ведь Будет 2 8 Минус 6 Явно 2 Я Не Стал Считать Я Думаю Ну Как Бы По идее Должно Хватить Просто Да Один Раз Я Увеличу Но У него Существо Будет С 8 ХП То есть Один Раз Увеличить Уже 16 Плюс 12 Плюс 5 Короче Много Реально Много А А И плюс Мышь Еще У нас Там Хватает Мы Можем Еще Ему Нанести Этот Хилом Своим Чуть Чуть Урона То есть Он Увеличил Он Даже Не Подозревал Реально Что Вот Такое Может Быть Смотрите Что Происходит Джин Как Всегда Хватает Свет И Вот Пожалуйста 16 12 5 Еще 2 То есть У нас На 6 Урона Даже Было Больше Вот Как То Так Да Неплохо Сыграно То есть Ребята Будут Очень Очень Сильно Удивляться Так То есть Получается Колода Ну вот Еще раз Я вам Покажу Вот Такая Незамысловатая Колода Но Тут Вся Хитрость В комбинации Джина И Зелия Безумия Потому Что Здесь Не написано В зелии Безумия Что Существо Получает Рывок Ну мы Как бы Это И так Само Собое Разумеется Но Джин Этот Рывок Тоже Получает Соответственно И вы Выставляете То есть Зачастую Вы один раз Удешевили Я вам Даже Посчитаю Камбу Хотя бы Один раз Удешевленную Джин 4 Потом Делаете Зелия Безумия 0 Ну Либо там Гномозелия За 0 Потом Зелия Безумия 0 Слава Силы Щит Все 0 И вы там Увеличили Кого надо Насколько угодно Божественные Духи 2 маны То есть Уже 6 маны И Допустим За 1 Внутренний Ну то есть За 0 Уже Внутренний Огон То есть Либо За 1 Замешательство То есть 6-7 Маны Стоит Камба С ужасающим Уроном Грубо говоря Удешевленная Вот То есть Так Понятно Все это Стоит Ну Джин Если так 5 Все эти Зелия Увеличивалки То есть Там 2 1 Ну короче Вас не хватит По любому Часть какую-то Нужно удешевить Но опять же Я вам показывал Как быть Если Таврисан Не зашел Вы всегда можете Хоть чуть-чуть Но как-то там По лицу Надавать Видите Что у него Около там 20 Да нормально Джин Даже Один раз Вы его Ну там Вот 4-6 Один раз Х2 Это 12 То есть И перевернули 12 урона Плюс То что там Если у него Хотя бы 4 хп Есть Вы его То есть Увеличили В 2 раза То есть Это стало 8 хп Да И перевернули То есть Итого У вас уже 20 Со стола Ну то есть Просто В легкую Ну даже не со стола А с руки Получается Поэтому Вот такой вот ОТК Безумный Джин От Диска Стоста Молодец Ему Респект Что придумал Такую интересную Колоду Не забывайте Обязательно Не забудьте Вместо Двух колец Света Два Вестника Рока Идут Обычно То есть Ну я Заменил Так Вы Там Сами Смотрите Если Понравилось Ставим лайки Подписываемся На канал Чтобы ничего Не пропустить Не забудьте Поделиться Этим видео Со своими Друзьями Это Очень Прям Очень Поможет Развитию Нашего Канала Я Буду Безумно Благодарен За это Также Пишите Внизу В комментариях Что Б вы еще Хотели На какой Класс Может Какие-то Интересные Колоды Там Я не знаю Хоть самое Безумное Что-то Пишите Хоть самое Топовое Не важно Если у меня Есть карты Или хотя бы Ихняя замена Я придумаю И сделаю Что-нибудь Пишите в комментариях Чего бы вам Хотелось Задавайте Ваши вопросы Да или просто Привет Передавайте Внизу Ссылочки Как всегда Полезные Тоже Находятся В описании Клацайте Находите меня Вступайте в группу Вконтакте Там у нас Есть чатик Там мы Обсуждаем Стримы Что Когда Зачем И почему Да и просто Общаемся Знакомимся Анонсы Стримов Тоже Соответственно В группе Ну и На этом Наверное Все Улыбайтесь Чаще Не забывайте Зачем вы Играйте В игры И Оставайтесь Такими же Позитивными С вами был я Серафим Увидимся В новых Видео И в самом Светлом Будущем Пока